Следующий момент, о котором я хотела поговорить, это яйца. Но, опять-таки, вот здесь вот я, наверное, в этом месте, чтобы не забыть, я озвучу такой момент. Все, о чем я буду говорить, это все строго индивидуально. Это общие правила, это общие нормы. Но у вас, у вас, может быть, совсем другая история. Потому что каждый человек индивидуален. И для кого-то может быть хорошо то, что не очень хорошо для остальных. Вот когда вы переходите на здоровую пищу, для того, чтобы именно думаете, чтобы сделать так, чтобы еда стала для вас лекарством, если вам не лень, заведите дневник, в который записываете, что вы едите. И отслеживайте, как вы себя после этого чувствуете. Я, на самом деле, актуальна к Паске. Да-да-да, Людмила, да, очень актуальна. Многие сейчас закупают, да, куриные яйца, чтобы готовить. На самом деле, я сейчас расскажу свою историю с яйцами, да. У меня как-то всегда вот как-то с кожей после еды были проблемы. Я потом начала просто отслеживать, на что у меня какая реакция. И выяснилось, что у меня непереносимость куриных яиц. После того, как я ем куриные яйца, у меня, во-первых, не очень хорошо себя чувствует живот. А после этого у меня идут высыпания на кожу. Причем такие очень нехорошие, такие гаденькие высыпания, прям полючие. Еще вот на лице, не только на лице. И вот с куриными яйцами я думала, что у меня может аллергия или непереносимость. А когда вот я в Бангкоке прошла обследование, чтобы понять, что вообще со мной такое, я же думала, что у меня аллергия на антибиотики. Да, все говорят, что у меня аллергия на все, что я вообще очень аллергичный человек. И когда я прошла обследование, мне сказали, а у тебя нет аллергии, у тебя вот аллергия только на арахис и на кожу. Я говорю, а простите, а почему я не могу есть куриные яйца? Он говорит, потому что гиперчувствительная. Я говорю, ну как же, ну куриные яйца же все едят. Он говорит, ну да, на самом деле куриные яйца, они не очень хорошо усваиваются. Это тяжелая пища для живота. Вот перепериные яйца, я ем спокойно, перепериные яйца считаются диетической пищей. А куриные яйца, они не очень хорошо вообще для людей, ну просто многие не ощущают воздействия, да. А вот у меня вот такая реакция идет дикая. И когда я убрала из своего рациона куриные яйца, также я убрала болгарский перец. После этого у меня, во-первых, и реже стали проблемы с животом. То есть у меня как бы, если до этого у меня постоянно были расстройства, то отравление, то еще что-то, какие-то непонятные дискомфорты, боли. А вот когда я исключила из своего рациона жирное мясо, яйца и болгарский перец, у меня все долазилось. Больше как бы у меня никаких проблем не было. Перепериные яйца у меня вообще усваиваются, ну без проблем могу есть любое количество. И, кстати, вот перепериные яйца, у перепелки температура тела, если я не ошибаюсь, 40 градусов. То есть в перепериных яйцах никогда не бывает сальмонеллеза. Я на самом деле не могу сказать, насколько точна эта информация. Я читала эту информацию в нескольких источниках и я как бы склонна к этому доверять. То есть вот даже вот их можно пить сырыми. Если куриные яйца чревато пить сырыми, потому что можно много чего подцепить, да, то перепериные яйца, они безопасны, их можно пить. Как-то вот был случай, когда, ну все знают, мое близкое окружение знает, что я не ем куриные яйца, что у меня непереносимость. Дома, когда вот мама делает салат оливье, она специально для меня оставляет порцию, и туда вот она перепериные яйца крошит. Вот. И как-то меня пригласила подружка, был какой-то праздник, я уже не помню. И, ну, она знает тоже, что у меня непереносимость куриных яйц. И она говорит, я вот сделала специально для тебя оливье с перепериными яйцами. Я пришла, поела, а наутро меня, как бы не из комфорта, меня обсыпало. Я звоню и говорю, дорогая, а вот теперь давай вот честно, яйца были куриные. Он говорит, ну да, я их просто мелко порезала, ну, как бы ты выпендриваешься, да. Ну, я не выпендриваюсь, у меня вот как-то вот реально такая вот реакция. Поэтому, если вы хотите именно вот своим детям, своей семье, своим близким обеспечить здоровое питание, вот, если у вас есть финансовая возможность, замените куриные яйца на перепелиные. Да, их чистят дольше, потому что они маленькие, да. Но на самом деле они гораздо полезнее. Я своей дочке даю только перепелиные яйца. Куриные яйца она у меня не ест, только перепелиные. Они ей очень нравятся, такие маленькие, аккуратненькие. И у меня, кстати, мама на Пасху красит перепелиные яйца.